Гостей квартиры встречает два десятка пар разнокалиберной обуви. Сразу понимаешь, здесь живет большая семья. У Юлии Широкиной семь детей. Теперь у них есть свои уютные комнаты. А ведь когда они в первый раз сюда зашли, квартира была в плачевном состоянии. На потолке следы протечек, оконные переплеты рассохлись, сквозь щели в рамах задувал ветер. Здесь уже давно никто не жил. Трудно поверить, но еще месяц назад потолок и стены на этой кухне были абсолютно черные от копоти. На них можно было даже писать пальцем. И младшие дети оставляли здесь свои автографы. К счастью, теперь ремонт закончен. И кухня выглядит абсолютно как новая. Сегодня четырехкомнатную квартиру не узнать. Юлия Широкина рассказывает, что все отремонтировали в кратчайшие сроки. Поклей на обои, потолки, батареи вот здесь, батареи вот заменили, как не было отопления. То есть все обрабатывали против грибков. Ну то есть все было отлично, быстро. То есть даже меньше, чем за месяц сделали ремонт во всей квартире. Новоселье – событие не только для семьи, но и для города. В гости к Широкинам пришли глава Самары Елена Лапушкина, представители городской администрации и уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гольцова. Обретение квартиры – результат совместных усилий власти и правозащитников. И, конечно, свекрови. Антонина Широкина ходила по всем инстанциям, пока ее невестка сидела с детьми. Все меня выслушали, мало того, выслушали. Все оказали помощь, кто какую мог. Так низкий поклон, сердечная благодарность всем за детей. Это ведь дети. Не только продемонстрировали, переселили и бросили, но еще и контролируем, а как сделали ремонт, как им живется здесь. Может, какие-то просьбы житейские возникнут у мамы, какие-то проблемы возникнут. Да, и посмотреть, как дети растут. Это же немаловажно. Теперь все дети ходят в одну школу по месту жительства в Кировском районе. Летом самые маленькие будут отдыхать, а те, что постарше, уже хотят трудиться. Дети изъявили желание поработать летом. Такая возможность им будет предоставлена. Если детям в основном мы предоставляем возможность поработать 2-3 недели, то если будет желание у этих девочек, то, конечно, они будут работать все лето и непосредственно недалеко от дома. Юлия Широкина и сама очень хочет работать, но пока не может этого делать. Она мать-одиночка. Получает только пособие и пенсию по потере кормильца. Дети растут, скоро у них появятся свои семьи. И тогда вопрос о своем собственном жилье для Юлии станет очень острым. Пока же история 15-летних скитаний многодетной семьи получила счастливое завершение. Артем Устинов, Константин Головин. События.